30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Социологи в ЦИОМа говорят, что 68% россиян держат кошек или собак. Но зачастую домашние животные переходят в разряд бездомных. Сколько же их в Твери? Подсчитали зооволонтеры. Они провели перепись кошек в городе. Сколько беспризорных усатых полосатых в городе? Какой район стал рекордсменом по их количеству? Как удалось сдерживать дальнейшее размножение животных, выяснил наш корреспондент. Сейчас за окном зима и минусовые температуры. Бывшие домашние животные оказываются не в лучшем положении. Собаки местами сбиваются в стаи и выходят побираться к мусорным бакам. А кошки, которые меньше и слабее, забиваются в подвалы. Именно там зачастую их находили волонтеры, пока вели перепись кошек. Как рассказали участники Тверской инициативки, на зоомониторинг в городе ушло 11 месяцев. За это время вычислили примерно 3200 бездомышей. В Твери из всех четырех районов лидером по количеству бездомных кошек стал Заволжский. Здесь было насчитано почти полторы тысячи особей. Кстати, волонтеры составили и типичный портрет бездомыша. Это кошка или кот, окраса либо шпротного, то есть серого в полоску, либо черно-белого. В Санкт-Петербурге, например, бездомных кошек около 20 тысяч. В Нижнем Новгороде примерно 4 тысячи. Кстати, там за счет стерилизации их количество за пять лет снизилось на 75%. Подобным образом решалась проблема и в Твери. В ходе мониторинга выявлялись проблемные территории, где кошки отлавливались. Далее кастрация, стерилизация, вакцинация и чипирование. Благодаря этому проекту «Кошки в городе» было стерилизовано 190 особей. Решение такое же, но с собачьей проблемой бродяжничество должно быть гуманным и комплексным, считает зоозащитник и депутат городской думы Дмитрий Нечаев. Создание приютов. Приют — это не то место, где они просто собираются, бесконечное огромное количество содержится. Это то место, где проводятся процедуры, мероприятия по пресечению репродуктивных возможностей животных, по их пролечиванию от зооэпидзаболеваний, ну а также их вакцинации. Таким образом решаем как минимум три серьезнейших проблемы. Во-первых, безнадзорные животные не бегают безосхозными по улице, они больше не плодятся. Они пролечиваются, вакцинируются от бешенства и от других заболеваний, они не представляют угрозу. Контролировать собак все же сложнее. Они крупные, некоторые из них могут проявить агрессию, поэтому требуют больше усилий и ответственности. Вообще большинство животных оказываются на улице по вине человека, который их, по сути, приручил, считают жители Твери, а потом бросил. Таких нерадивых хозяев нужно наказывать, но такой практики пока нет. При этом пока одни бросают братьев меньших, причем безнаказанно, другие их прикармливают. Приносят корм волонтерские организации и кормят на улице. Ну жалко, но все есть котят, ну что делать? Живые существа, они тоже кушать хотят, надо поддерживать. У нас в магазине живет котик, его подкармливают. Котики в нашей помойке иногда. Жалко, все-таки животные. Они же, в чем видовато, что они животные? Бывают прикармливают, особенно на даче. Люди выезжают, а кошки бросают. Мало того, что кошки, даже собак бросают. Сейчас вот осень, они голодные, вставят, собираются. Между прочим, даже вот на людей нападают. Жалко бросать мороз. Надо быть человеком, в первую очередь, во всех отношениях. Так большинство тверичан подкармливают и кошек, и псов, и даже уток. С одной стороны, это спасает их жизни. С другой, крупные особи, например, собаки, прибиваются к домам подъездом. Иногда пугают горожан и детей. А потому такие места для добрых дел нужно выбирать разумно. Не приваживать животных во дворах, а, например, оставлять им пищу подальше от жилых домов. Но в дальнейшем решением такой проблемы должны стать повышение личной ответственности каждого владельца, поголовное чипирование домашних животных, создание и полноценное финансирование государственных и частных приютов для содержания животных, оставшихся без хозяев.